Национальный колорит Венгрии в совместном фотоколлаже. Архитекторы из Хабаровска и Будапешта приняли участие в большом международном проекте. Его цель – исследовать культурные традиции разных народов с помощью архитектуры. Итог своей работы они представили в Хабаровской синагоге. Что из этого получилось, расскажет Татьяна Репина. Чем она нам? Мне, вам интересно. Она послужила прототипом для огромного количества всех дальнейших синагог, в том числе для нашей Петербургской синагоги, Большая Петербургская хоральная синагога. То есть это была одна из первых синагог в таком, знаете, арабском, авританском стиле. Автор снимков – венгерский фотограф и профессор Будапештского университета Габар Ченади. Нетипичную Венгрию он запечатлел по просьбе команды хабаровских архитекторов из Тихоокеанского госуниверситета. Мы просили, что сними нам самое красивое, самое необычное. То есть все про Будапештный парламент, а в то же время там сохранился замечательный еврейский квартал. Там жила около треть Будапешта. Свой национальный облик Венгрия искала не один десяток лет. За это время сменила три архитектурных направления. Восточные мотивы архитектора Людвига Ферстера и здания, напоминающие мечети Отто Вагнера, сменили синагоги, похожие на неприступные крепости, но только снаружи. Замечательные витражи прорезаны в куполе, и свет падает под разными углами, свет на тебя падает разноцветными такими, ну, как струями, да, такой льется. И ощущение просто фантастическое. В 19 веке евреи решили стать ближе к венграм. Выразили это стремление в интерьерах. Декорировали залы национальным мадьярским узором, напоминающим русскую хохламу. Облик нации в еврейских кварталах авторы искали не случайно. В Будапеште треть населения – евреи. Сейчас в столице Венгрии 17 синагог. Некоторые воссозданы с нуля после Второй мировой войны. В Австрии и Германии, например, разрушенные здания канули в лету. Это очень символично, что добро все равно победит. Собственно говоря, вот о чем эта выставка. Что красота победит смерть, что красота архитектуры, она дает нам надежду. Прежде чем собрать образ родины в фотоколлаж, авторы проекта сделали натурное обследование объектов культурного наследия Будапешта. А также собрали информацию в госархивах Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты исследований опубликуют в научных статьях и монографиях. Это именно фундаментальный научный проект. Его результаты, безусловно, внедряются в учебный процесс, в курсы лекций по истории архитектуры, грандосторительства и дизайна. Современные иудеи стараются использовать синагоги не только для религиозных обрядов, но и для мирских дел. Хабаровская синагога, построенная в 2004 году на улице Фрунзе, устраивает экскурсии, проводит образовательные и развлекательные мероприятия. Архитектура здания совмещает в себе традиции Ближнего Востока, высокие куполообразные своды. Но есть и чисто хабаровская черта – красный кирпич, как у исторических зданий, расположенных на улице Муравьева-Амурского. Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».